Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семья на Чемоданах. С вами я, Славян. Я сегодня вас приглашаю в очень интересный выпуск, который не просто будет выпуск одного дня. Это выпуск нескольких дней, то есть материал, который я снимал несколько дней и решил сделать в одном выпуске. Мне кажется, так будет тоже очень интересно. В этом выпуске будет море эмоций, будет и купалки, будет и фрукты, овощи, и рынки. Покажем различные цены, покатаемся на тырчках, будем поздравлять подружку моих пацанов из Украины. Будет очень интересно, они прям не ожидают такой сюрприз. Будем играть в футбол. Ребята, в общем, будет много интересного. Досматривайте выпуск до конца и не переключайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Погнали. Настолько здорово, что мы живем в этом комплексе. Комплекс настолько классный, начиная от комьюнити, в которое мы попали, да, какие здесь классные ребята живут. Так, плюс еще и сама квартира новая, комплекс новый. Кстати, кто не смотрел обзор комплекса и нашей квартиры, обязательно гляньте, я ссылку оставлю в описании. Здесь будет сейчас подсказочка. Вот, ну и, конечно, это кайф еще в том, что вот так вот, понимаете, просто в перерыве между работой можно вот так вот взять и искупаться. Пойдемте купаться. Нырнем? Я уже искупалась. А, вы уже купались? Да нам только это предстоит. Сегодня солнце настолько мощное, я не знаю, мне кажется, что все, к нам пришло лето, и можно даже не париться за какую-то погоду, поэтому... Будешь нырять со мной? Нет. Давай. А Тема что, ушел? А я, короче, нырну. Дети уже искупались. А мы ныряем и плывем до конца. Нырнем, и все, и сразу нырнем. Давай нырнем. Ну, ладно. Давай. Нет. Давай. Ай, ну убери совок. Пошли. Да мы тебе приводили, давай. Но у меня просто пока грузится, я хочу нырнуть. Так, ладно, ныряем. Здорово. Чего еще надо? Вот за что я люблю Кемир, так за то, что здесь очень близко горы, и вот сейчас только что было ядреное солнце, и мы такие плавились, а сейчас, видите, уже вот набегают тучи, гремит гром, и скорее всего сейчас польет. И, кстати, это папа включил камень, не до того, как это было час назад, это было буквально 10 минут назад было хорошее солнце. Ну да. Странно. Вот, а сейчас, видите, набежали тучи, и я вот неоднократно говорю, что Кемир это такая местная красная поляна. В Красной поляне так же. Летом вот прям солнце палит-палит, потом хлопс, вдруг откуда ни возьмись, дождь. И это очень здорово, ты не плавишься. Вот, например, есть рассматрки другие города, там Анталию, Аланию, там куча бетона, и ты плавишься. Здесь вот близость гор, конечно, решает. Слышите? Гремит. Ну и, собственно, вот, пожалуйста, вкусно, дождь пошел. Значит, сейчас мы и должны вернуться с моря. Прекрасно. Жарко, тут же комфортно. Мне очень нравится. Так, парни собрались. Ну, видите, чисто по футболу. Идем сейчас на соседнюю сюда вот виллу, играть в футбик. Там тоже есть дети, и тоже есть отцы. Поэтому будем играть против... против семья на семью, короче. Будем рубиться под дело. Ладно, погнали. Нам вот даже, видите, уже калиточку открыли. Пойдемте. А какую? А, вот эта? Да-да-да, вот сюда вот. Пойдемте, пойдемте. Здесь, вон, сад. Видите, здесь территория большая. Вон, плантации апельсины и мандарины. Ну, вон. Да. Ничего с камерой? Окей. Здесь все снимаем. А, ну, привет. Привет. О, офигеть. Привет. Пацаны такие. Сейчас нас младше супроснёт. Ааа. Я дочь к гимнасту. У меня есть два любимых сериала. Один американский, а второй – это «Кухня». «Кухня» сериал настолько близок по душе, я его несколько раз пересмотрел. И он близок по той причине, что несколько лет подряд я посвятил жизнь ресторанному бизнесу. И все, что происходит там, вот оно прям реально один в один. Вот кто хоть когда-то работал в ресторанном бизнесе, я прям рекомендую пересмотреть. Особенно игра Дмитрия Назарова, как он вообще шутит, как он выходит из каких-то ситуаций. Вот его игра настолько великолепна, что, ну, блин, безумно круто. Я очень рад, что у нас есть такие вот актёры, которые так грамотно, так круто играют свою роль. И так подстраиваются под ситуации, которые происходят там в сериале. Блин, это реально классно. И сейчас, кто находится недалеко в Анталии, либо собирается приехать в Анталию, Дмитрий Назаров со своей супругой Ольгой привозят сюда спектакль, который называется «Корень любви», на который все вы можете попасть, приобретя билеты по ссылке в описании. Дорогие наши друзья. Дорогие наши зрители. У нас действительно есть горячее желание приехать к вам в Анталию 17-18 июня. Не для того, чтобы покупаться в море. Да. А для того, чтобы сыграть наш спектакль «Корень любви». Замечательный, добрый, умный, пронзительный спектакль драмеди «Корень любви». Он еще веселый? Да. Он еще веселый, когда я шучу. Да, Дима веселый артист, он такой шутник. Мы вас очень ждем. Приходите, пожалуйста. 17-18 июня. Анталия. Турция. До встречи. Еще раз, ребята, кто хочет попасть на интереснейший спектакль, посмотреть игру Дмитрия Назарова и его супруги Ольги, то у вас есть такая возможность. Ссылку я оставил там, в описании. Переходите, приобретайте билеты и, возможно, даже с вами мы увидимся на этом спектакле 17 и 18 июня в Анталии, в Турции. Ссылка там. Взяли тырчик и двигаемся. Мы пешком дошли до Мигроса, в итоге на кассе уже поняли, что забыли карточку. Вот. И в итоге это. Едем заново. Завтра у подруги детей и с нашей соседки день рождения. Купили красивый торт, но уже покажем чуть попозже. Купили еще розовых конфет, вот таких вот, это уферовские, очень вкусные. Купили свечки в торт, шарики, подарок огромный, в общем, завтра пойдем поздравлять. А еще, короче, купили гречку на утро. А сейчас будем на гриле запекать рыбку. Мы купили дорадо. Дорадо стоит здесь 119 лир за килограмм. Дорадо. А, чипура дорадо. Да, чипура. В Турции называется чипура. Идем ее сейчас на гриль ставить. Здесь у нас классный гриль. Так. Опа. Я вижу его. А, ты свежак, что ли, швыронул? Ну, я подбавил. Сейчас буквально пять минут, пару дорогишек прогорит, и все, можно будет рыбу прям положить, закрыть, и она достаточно быстро запечется. Да, сынок? Да? Да. Самый прекрасный звук. Бедная рыбка. Ну, все, не ешь. Что-то делать. Вот это где-то лежать. Нет ничего лучше, дорадо запеченное за этой дали. Да, сто процентов. Все, закрываем на сколько-то минут. Рабочий этот? Да, сейчас будет показывать температуру. Так, я тут решил все-таки ее перевернуть, и посмотрите, какая корочка получилась с одной стороны. Вау. Ну, все. Сейчас еще минут десять, и я думаю, будет прям вот такая вот рыбенция. Ну что, вы готовы? И я снова извиняюсь, если вдруг вы смотрите голодными, смотрите, какая красота. Видите, как она зубы скалит. Вот это вот. А, ну хотя это тоже, да и это в принципе. Все, сейчас будем перекладывать все это дело сюда. Так, главное, чтобы ничего у нас не упало. и еще важный момент, чтобы она не прилипла. Шкура. Нет, видите, как все вообще просто идеально. Раз. Все, вообще легко прям так, давай. И... и три. Ой, красота. Какой запах. Все. Теперь можно все закрыть и пусть догорает. Мы сейчас смотрим за выборами. Здесь у них, видите, прям онлайн все высвечивается, официальный сайт. Ирдоган пока выигрывает. Его, видите, цвет получается оранжевый. У этого 42. Здесь есть карта, в каких районах кто выигрывает. Вот получается, что вот на фесивом Анталийском берегу вот здесь вот Игейское море Стамбул выигрывает как раз вот этот вот президент Кемаль. А вот тут вот и здесь, так сказать, небогатая Турция выигрывает как раз Эрдоган. То есть все туристические эти, видите, отрасли проголосовали именно за Кемалем. Вот так вот. Это же здорово начинать утро с купалки. Слышите, все гремит. Это у нас тут делают ремонт, точнее доставляют квартиру. Вот тут вот я показывал на третьем этаже. Это купили наши зрители, между прочим. Вот так вот будут жить с нами по соседству. А мы сейчас будем купаться. Да, Тёма? Да. Вот такое вот у нас доброе утро. Вон в Мирошке еще один бассейн получился. Да, сынок? Теплый? Тись, тёплый? Давай, Роза, ныряй. Ява, давай вместо. Давай, иначе три. Давай. Давай купать. А, сейчас не прыгнешь, да? Не, не буду, я хочу вас поснимать. Давай. Два. Давайте. Два. Погнали. Да. Шансов у него не было. Ура! 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 Лежим, с Тёмкой теперь загораем, Мирошка там в маленьком басике плескается, я вот лежу и думаю, жизнь какая же ты крутая вообще, да, Тёма? Да, ну когда-нибудь, класс, ну как здорово, смотрите, вот пожалуйста, апельсиновый фреш подъехал, да? Да, деловой первоклассник, точнее нет уже, без пяти минут второклассник во второй класс пойдёт, да, Мирошка? А, Мирошка там плескается, ха-ха-ха, вот такие должны быть у детей каникулы, жизнь, у тебя сплошные каникулы, человек-то мой, а мне? Да, это тебе тоже, о, давайте, чин-чин, вот так вот, а дочень-чин с тобой, а мне? Мирошка, иди сок пить, Мася, откуда иди сок пить, красота, Мирошка, ой, да, наверное, кого-то мы сильно раздражаем, такой жизнью, ну сорян, это наша жизнь, какова красота, да, Мирошка? Ням-ням-ням, о, ням-ням, да, что, Мирош, вкусно? Мироша, вкусно? Что там? Ну ничего, вкусно, сынок? Чин-чин? Молодец, мы сейчас поедем на рынок в центр, берем тыльчик, смотрите, их целых 5 штук, вот, их можно брать на прокат, цена 15 долларов в день, 100 долларов в неделю или 300 долларов в месяц, То есть, вот, пожалуйста, взяли, электрическая история, красота вообще, зарядка, есть с собой, батарея, чехол, все дела, огромный есть багажник здесь, плюс под сидушкой, такой, да, обзор, сейчас будем заводить Если вам нужен такой тырчик, и вы находитесь в Кемере, вы можете написать Диме на WhatsApp, там контакт оставлю в описании, и взять любое, если у вас несколько человек, вы можете взять, например, на один день куда-нибудь покататься, ну, короче, их 5 штук, в общем, там номер пишите, а мы поехали Нас везет Роджин, бжжжжж, давай, ну, ты держи газ на, сыночек, ну вот, сильно не гони, просто держи, там, на 10, на 12 кстати, дырочки эти вообще все совершенно новые Мы по пути заехали в Зирадбанк Вы тоже спрашиваете, как мы достаем наличку здесь Все просто Мы открыли карту местного банка Бесплатно, рассказывали об этом В даче на западе Турции За 15 минут без всяких депозитов Нам это все сделали Кстати, вот рынок Дальше через CoronaPay Российский банк Райфайзен Перегоняем сюда себе по Ибан На турецкий счет И все, идем снимаем Вот, собственно, сейчас пойдем на рыночек Здесь такие запахи шикарные Припарковались И теперь идем все на рынок Покупать куча всего Нам нужно, как всегда, купить картошку Апельсин у нас есть? Картошка у нас там как-то есть Ну, немножко, кстати Ну, короче, сейчас все будем набирать По ценам покажу заодно У нас, вон, картошка 15 Здоровая 17 Хочется арбуз купить Это, по-моему, иранские арбузы Вот Какие-то мы пробовали Один пробовали, ну, не очень А один пробовали прям очень сильно Вкусный Вот, влюмеку здесь на рынке делают Шикарнейшая штука Кто будет, обязательно попробуйте Но пробуйте Обязательно это дело на рынке Вон, помидорки 20 15 Огурцы 15 Но огурцы можно найти даже и по 6 Но здесь, в принципе, просто нужно ходить Сейчас клубнику вижу По 50 Мы обычно берем по 30 Вот, так-то рынок вообще классный Большой И нам, кстати, очень повезло с районом, где мы живем То есть в Кемере Три рынка Ну, по разным районам проходит Во, смотри, яблоки по 5 вообще Когда у нас были ребята Самбат суши, самбат покупал горох Килограмма 2, наверное, было Мы за день все уговорили Вот сейчас на рынок пришли Берем 25 лир стоит килограммчик Берем килограмм, да, пацаны? Папа, давайте морковку покажем Сегодня будет музыкальный вечер У нас наш тарантас вообще просто битком забит Сейчас покажу Но это на самом деле настолько компактно И сколько в него все вмещается Это, конечно, невероятно Осталось взять только орешки Мы там финики купили Сейчас домой приедем Все покажу Вот, и все И надо будет отсюда уже уезжать Ну все, теперь точно едем домой Сейчас будем делать распаковку Вот, кстати, видите, как мы оставляем Прямо вот так вот в багажнике Никто здесь ничего не берет Здесь безопасность прям very, very, very good Ну вот, собственно, как я и говорил Смотрите, здесь вот все завалено Сюда мы тоже положили картошку И грецкие орехи Так, давай, вытаскивай Держи, Настен Купили Настенке Машмол ушечку Родик, ты так не откроешь Какой замок, какой замок Родик И вот еще есть багажник, смотрите Чикс Держи Мироса, иди ручки мыть Вот так вот откидывается И вон сколько всего еще Вот здесь вот внутри Представляете, как здорово Сколько всего помещается Так, смотрите Вот так вот все выложили Короче, тут и яблоки И машмула И арбуз Вот огромная половина И нектарины И вот эти сладости Кстати, вот эти сладости вообще дорогие Тысячи рублей Вот нам вот этот пакет обошелся А, ну еще и да С курагой Здесь огурцы Сколько-то? Два что ли? Два с половиной килограмма Горох, кабачки, баклажаны Вон, Мирошка, банан хватает Тыква, это традиционно Мы всегда берем Грецкий орех, финики Здесь у нас зелепушка Редиска Кинза Укроп Зеленый лук Здесь 4 килограмма помидор Вообще вроде как вкусные Так, морковка Как она называется? Свекла Апельсины Вот апельсины вообще класс 5 лир стоит Ну и картошка В общем, вот это вот все Нам вышло на 1000 лир Ну, грубо говоря, там 900 с копейками Вот, 1000 лир По 4, если считать 4 тысячи рублей Не знаю, дорого-недорого Пишите в комментариях Но, по крайней мере Ну, мне кажется Такой набор, например Где-то брать там В России Мне кажется Выйдет подороже Учитывая, что здесь действительно Очень много килограмм всего Вот, собственно Вот так И самое основное, конечно же Это арбуз Арбуз Вкусный, не вкусный На самом деле Я попробовал уже Он реально вкусный Это Нашинский Анталийский Из Серика Кто путешествует на машине По Турции И в этой местности Был в Серике То видели, что Арбуз, арбуз Арбуз, арбуз Везде Вот Что, вкусный, родик? Ну, давай Сто лет не готовили борщ Ну, как сто лет В последний раз, по-моему Мы готовили борщ Это было делом на Шри-Ланке Вот Да-да На Шри-Ланке мы готовили борщ Очень хотелось И сегодня тоже Вот Сходили на рынок Купили Все, что нужно для борща Вон, какая свеколочка Мясо у нас уже варится Вон, пожалуйста И будет сегодня Надеюсь, вкусно Пока там варится Супец Хочу вам показать Вайп Наш Ой-ой-ой Так Короче, там что-то все снесли Здесь, короче, парни отдыхали Смотрите, какая красота получается Вообще Жаль, что кастрюлька маленькая Можно было бы сразу На два дня сварить И не париться А вот нетушки Нам прям с кастрюлями Вообще не везет Всегда какие-то маленькие Одноразовые Однодневные, точнее Так, мальчишки готовятся К подружке пойти на день рождения, да? Надувают с ней шары Ну, сейчас пойдут поздравлять Что, отзвяживать? Давай Артем, возьми пазл Держи Так Тру-ту-тун Тру-тун-тун-тун Так, берем торт У нее вроде сейчас уроки Вот Но Надеюсь Мы не помешаем Ну да и ладно, что День рождения все-таки Ха-ха-ха Здравствуйте День рождения Тебя День рождения День рождения Тебя Только свечки тут тухнут День рождения Миюша День рождения Тебя Тут сквозняк Мы не можем поджечь Давай тогда зайдем Вот зажгу 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 Задувай Так, задувай Чтоб я не доходила Так Так Сейчас готовь желание загадывать Пока готовься Думай, пока что Спасибо, так приятно День рождения День рождения День рождения Спасибо Да Большой юбилей уже День рождения Спасибо Так Что загадала? Так Давай Задувай Ура У-о-о! Держи, держи с ней. Переврони. Спасибо большое. Можно его так укусить? Можно. Так и нужно! О-о-о! О-о-о! О, молодец! На вождение! Прости большой, да, и учись хорошо. Так, это тоже тебе. Это тоже тебе, держи. Так и живём. Вот тут соседи съездили в МакДак, купили детям бургеры. Что, вкусно? Вот так прям! О-о-о! Давай, может, тарелку дам. Мы сейчас с Димой отправляемся на интересный объект, где появился бюджетный вариант интересной квартиры. Едем туда не на машине, чтобы вы понимали. Мы едем туда пешком, он находится прямо недалеко от нашего комплекса, где живем мы. То есть есть возможность жить по соседству. Я вообще был, если честно, как бы удивлен таким большим откликом. Вроде у тебя канал про путешествия, причем здесь недвижка. Но когда мы это все показали, обратилось очень большое количество людей. По-прежнему все-таки направление Турции в покупке недвижимости актуально. И многие просили именно какие-то бюджетные варианты. А, да, тебе писали в личку. Да, они писали в личку. То есть просили какие-то бюджетные варианты, которые можно купить. И вот у нас просто иногда появляются такие вторичные варианты, когда люди берут свою квартиру, например, отдают нам зачет и покупают себе что-то более большое или более новое. И, соответственно, мы можем им помочь продать свою квартиру. Вот, этот объект тоже нашей постройки, Викинг-11, примерно там где-то в районе 15 лет дому. Но он в очень хорошем состоянии, то есть мы сейчас туда пойдем. Он находится буквально через дорогу от нас, все посмотрим, покажем вам. Вот, смотрите, дорога, по которой мы шли, да? И вот, прямо реально, вот, пожалуйста, дорогу переходишь. И вот желтенький комплекс, это, собственно, он и есть. Сколько там квартир? Я думаю, порядка, наверное, 40 квартир. Там это бассейны, вот это все. Ну, сейчас посмотрим, да, я там тоже не был еще. А, вот так вот, ну все, идем туда все вместе, дружно. Здесь сразу же вот это вот по дороге идешь. Короче, это дорога, и если Киевская тропа, она уходит туда вот в каньон за вот этот вот хребет, кому вот нужно. Собственно, здесь вот куча. Смотри, сразу остановка возле дома. А, во, кстати, автобусная. Все, и можно спокойно с этой остановки доехать до любого города мира вообще прям. Здесь самый лучший автобус. Шутка? Есть, есть. Викинг 11, пожалуйста. Кстати, еще есть плюс, помимо остановки здесь есть банка с такси. Вот у нас, например, такого нету, и мы мучаемся, мы постоянно вызываем. А здесь вот подошел, нажал, и 5 минут, все, прям такси у тебя. Вот территория, ворота, все под видеонаблюдением. Вот там во дворе бассейн, я уже его спалил. А еще знаешь, чем мне нравятся вот эти вот зрелые комплексы? Тем, что здесь уже большие деревья, вот посмотри, все большое, выросшее, пальмы, деревья, розы цветут. Смотри, какой кухт роз. Ага, нарвать можно. Просто красота. Просто красота. Дворик такой чистенький, да? Но это не двор, сейчас мы пойдем, наверное, с другой стороны. Пойдем. Да, потому что это, мы потом вокруг обойдем, зайдем, так скажем, в центральный проход. Ага. Вот тут кто-то уже моет дорожки. Да, ну вот у кого-то есть. Капиджи, наверное, который моет дорожки. Ой, ну посмотри, какая терраса. Красота. Ага. Красота. Просто шикарно. Вот бассейн, пожалуйста, есть, можно купаться. Да, бассейн. Уже плескаться. Это вообще отличительная особенность всех комплексов викингов в том, что они бассейны сразу, конечно, строят. Маленький для детей лебушатник такой. Ну да, аквариум, аквариум. Викинг 11. Что, нырнем? Кстати, он должен быть теплым уже, да, вода теплая уже. Ну так же, как у нас. Да. Ну вот и обрати внимание, вот посмотри, нет нигде ни трещинок, ни каких-то вот я не знаю, там плесени, да, посмотри, все подкрашено, все чисто. Да, 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 то есть следят за комплексом. Как будто комплекс, я не знаю, в прошлом году построился. Слушайте, неплохо. Так, ладно, сейчас пойдем в квартиру по территории, я так думаю, плюс-минус все понятно. Здесь, кстати, очень необычный подъезд, ну потому что его просто нету. Здесь стоит вот такая вот винтовая лестница, которая идет туда на первый этаж, собственно, и все. И вот с этой стороны территория. Вот такие виды. Вот он, хребет. Великолепно. И вот, собственно, сама квартира C16. Давайте пойдем посмотрим. Здесь вот у ребят, видите, такая развлекушка есть. Они играют в дартс. Так, сушилки. Дима. Так, можно снимать? Да, можно снимать. Так, небольшой балкон для чаепития. Хозяин. Ага. Так. Ага. Ну и, собственно, заходим. Так, сразу сходу все остается, да? Ага. Ага. Даже мыло в подарок. Ага. В заходе. Сразу же вот мы вошли. Вот туалет. Ага. Здесь небольшая гардеробная. Холодильники. Здесь вход на второй этаж. И здесь вот, пожалуйста. Первый этаж, кухня, гостиная. Ага. Традиционно. Ну, слушай, здесь кухня уже современная. Под вино есть место. Вот. Вино остается? Вино остается? Вино можно, да. Так, техника, техника. Все это остается. Посудомойка. Традиционно. Везде, в каждом доме здесь это есть. Газ. О, здесь не баллонный, что ли? Нет, баллонный. А, баллонный. Там внутри стоит. А, кстати, важная штука. Вот это вот. Одна электрическая. Мы его в Саваре это поняли. Одна электрическая, что была. Потому что баллон может закончиться. Его все равно без обеда не останется. Это, кстати, реально важно. Так. Здесь модный мотоцикл. Вот. Небольшая такая гостиная. Кондиционеры. Все это есть. Выход на балкон. Шикс. И выходим мы непосредственно уже с видом, пожалуйста, на хребет. Слушай, куда тут классная терраса. Ну да? Прикольно. Как-то посмотри прям на гору. Ага. Обалдеть. Две маркизы, кстати. Это если прям солнце будет лупить. А еще, я так понимаю, здесь застеклено, чтобы не было в зимнее время, как бы прохладно, да? Ветра. Чтобы ветер не пробивал. Да. И вот, собственно, смотрите, прям под пальмой. Как бананы не растут. А так можно было бы прям срывать и лопать. Вот так вот круговой вид. Слушайте, здорово. Так. И там второй этаж получается, да? Все это есть. Вот, пожалуйста, москитные сетки. Все как у нас. Шикарно. Техника. Все это остается. То есть, как говорится, заезжаешь и живешь. Второй этаж, две спальни еще есть. То есть, это два плюс один. Два плюс один. Вот. Причем она большая, да? Да. Конечно, по сути, можно даже холодильник перенести и сделать, например, здесь небольшую гардеробную. Такую совсем маленькую. Но это уже на усмотрение нового покупателя. Так, мы поднимаемся. И здесь налево, да? Да. Так. Сразу санузел, да? Второй тоже есть. Второй. Чтобы на первый этаж не делали. Это чистенькая, как ремонт сделан. Да, да, да. И мебель современная. Сколько ты говоришь, дому лет? Ну, может быть. Да, все новое. Даже подогрев полок здесь есть. Ооо, вот это вообще редкая история. Прикиньте, подогрев полок. Вот так вот. А, полотенцесушитель. Вот, пожалуйста. Ну, супер. Так, и идем. Здесь спальня. Ага. Ну, да. Есть такой немножко скос. Но, в принципе, достаточно высоко, да? Ну, это потому, что вот последний этаж. Про что мы и говорили. Открытые балконы. Вот, пойдем на балкон. Шкаф-купе. Огромный. Кровать. Кондиционер. Также здесь. Оба она. Терраса. Вот. А здесь прямо терраса-терраса. Слушайте. Можно загорать прямо здесь. Да. Вид на каньон здесь еще лучше даже. Кстати, вот прямо туда каньон. Да. Ну, здорово. Ага. Вот так вот. Будет кто-то из вас сидеть вот тут вот и загорать, и вспоминать нас добрым словом. Пойдем. Там еще для детей есть спальня вторая. Ага. Пойдем, пойдем. Чудра с бэтром. Так. Двигаемся во вторую. И вот она, вторая комната. Здесь еще ниже потолки. Ага. Этот как раз для бэйбиков. Это реально комната для бэйбиков. По сути, на втором этаже, ну что ты, ночевать будешь. Тык-тык-тык. Это вроде все тоже остается. Для твоих бэйбиков тоже классно здесь будет. Ну, наверное. Так. Ну и шкаф. А? Где ты пришел? А, я из России. Да, я здесь. Норвегия, Россия, Франция. Да, да. Так. Ну и все, снова спускаемся, получается, на 1 этажку такой винтовой лестницы. Хлоп! 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 Сейчас еще очень важно посмотреть, как все это дело выглядит с высоты. Поэтому сейчас с вами полетим. И как я говорил в предыдущих выпусках, что для наших зрителей по промокоду СЕМЬЯ на чемоданах вы получите самые лучшие условия, так? Да. Ну, я, наверное, открою как бы занавес этой по цене. То есть для всех, для агентств недвижимости и так далее, то есть эта цена будет где-то в районе 155 тысяч долларов. А напрямую можно это купить в районе 140 тысяч долларов. Вот, если напишут, что от нас. Да. Так что не упускайте шансы. Уже у нас есть такие зрители, которые приобрели через нас по нашему, точнее, промокоду недвижимость здесь, в Кемере, и, Дим, получили самые крутые условия. Они вообще получили условия, которых, наверное, мы никогда не давали. Кстати, было бы неплохо еще показать, как там у них двигается ремонт и все такое, потому что люди иногда спрашивают, как там, что. Давайте так, мы сейчас полетаем и сможем показать. Да, но попозже. Окей. И, в общем, сейчас не переключайтесь, сейчас покажем, как у них двигаются там дела. Субтитры сделал DimaTorzok Вон Настенка сидит. Мы вернулись в наш комплекс. И я сам ни разу не был вообще вот в квартире, где сейчас заселяются наши зрители. Нет, в смысле, вот после того, как мы ее отсняли... Я, кстати, выпуск прикреплю вот до того момента, как зайти сюда. Да? А, не разуваться точно здесь пока стройка. В общем, квартира была, в принципе, готова. Но учитывая, что они заехали, здесь почти не было мебели, техники. Естественно, они заселяются здесь, им все обставляют по их желанию. Дима сам лично ездит, сопровождает. Ну и вот, пожалуйста, что здесь у нас... Потихоньку начали привозить... Да, мебель. Мебель, технику. Это они сами выбирают, да, я? Да, сами выбирали, да. Кондиционеры поставили. Ага, вот, видите, все в пленке. Этот замечательный звук. Ну ладно, я это делать не буду, это же не моя квартира. Так. Краску, что я везли, будут красить. Стены? Да. А, что мне понравится? Ну, просто они хотят... Желтый или зеленый? Серый и бежевый будет. Ага. Здесь тоже кондиционер. Ну вот, мебель на балкон. На балкон мебель. Прикольно. Так, ну пойдемте на второй этаж. Вот, это я про что говорил. Вот тогда в том выпуске, что если вот вы берете квартиру, то это комплексе, да и в любом вам все это сделают, все заставят, никаких головников нет, а все сделают за вас. Так, а-а-а-а, вот, убрали полностью перегородку, про которую я говорил, знаете, здесь сразу дышать легко. Вот, естественно, это все сделают. А, вот тоже кондиционер, кондиционер сдвинули, чтобы над кроватью не ждать. А, не дул, ага. Вот, и они, как мы тогда и обсуждали, вот здесь вот будет кровать стоять, что очень удобно. Ламинат будут стелить, точнее вот уже начали, кстати, стелить ламинат. Да. Вот. Так что потихоньку-потихоньку будем процесс здесь показывать. А? Немного что потом это там пиры припадится в конце. Ну да, а здесь ничего пока, да? Ну там тоже кондиционеры уже поставили. А, кондюшники. Да, да, всего вот три дня, ну, четыре, да, там. Ну да, где-то, ага. Ну, после покупки. Ооо. А еще надо сказать, что все это время, пока делается ремонт, они, ребята, бесплатно живут в отеле Викинг Старт. Представляете? Где все включено. Где все включено. Они просто живут кайфуют, а квартира у них строится. Ну, красота. Ну, вот такие условия. Вот про что я говорил, что здесь самые-самые лучшие условия вообще, в принципе, которые когда-либо встречал, но мы не едем. Вот, как говорится, результат на лицо. Что-то Настенка там принимает у кого-то. А это нам посылка? Ай? Это вот Соня посылочку какую-то привезли. Фух, ладно. Пойдемте, вообще, ребятки, контакт Димы я оставил в описании. Пишите ему. Там есть много объектов. Это не какие-то там различные там застройщики. Дима работает в компании застройщиков, викингов, я уже говорил. Можете ему смело писать, брать все варианты и приобретать. Мне кажется, так можем только мы прийти с магазина, загрузить все в коляску и в итоге забыть все достать. У нас тут мороженое, которое тает, фарш там стоит. Помните, в даче у нас был случай, когда мы тоже пришли из магазина, забыли все достать. В итоге утром просыпаемся, а коты все разодрали. Мы, кстати, купили вот такие кюнефы. Хотим попробовать их в духовку, бросаешь. И вроде это должно получиться нормальное. Сейчас, не знаю, посмотрим. Возможно, прям сегодня сделаем две кюнефы. Точно не знаю. Еще, кстати, мы покупаем вот такую вот лапшичку. Вот. Кому надо, кто здесь. Короче, она очень вкусная. У нее такой вот прям вкус, вкус, как будто я не знаю. Вот прям как будто дома сам слепил. И это все дело будем делать с фаршем. Кстати, еще я уже много раз говорил, что сейчас здесь очень дорогое мясо. И фарш стоит примерно 350 лир за килограмм. Так вот, сегодня я немножко прошарил один лайфхак. Смотрите, можно купить фарш. Вот такой вот в упаковке. Вот. Стоит 88 лир за 400 грамм. Здесь фарш, вот даже в такой упаковке, он реально хороший. Сюда не пихают никакие там шкурки, не всякая вот такая вот херня. Короче, нормальный, классный фарш. И вот считайте. То есть, получится не почти 400 лир за килограмм-то дашь, а даешь, получается 160, ну, примерно 210 лир. То есть, существенная разница почти в два раза. Кто в Турции, пользуйтесь таким лайфхаком. Мясо замариновали. Точнее, фарш, да? Перец, черный, соль, лук и чеснок. Вот так вот. Сейчас его обжариваем. А лапшу, вот эту, которую я показывал, мы ее просто отвариваем. Вот такая вот вкусная штука получается. Ну и под эту вкуснятину я могу вам сказать уже до свидания и до нового выпуска, ребята. Не поставили лайк вначале, сейчас самое время это сделать. Все важные ссылки там есть в описании. Переходите, подписывайтесь на Яндекс.Зен, на группу во ВКонтакте, пишите свои комментарии. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok